Ой, как хорошо-то поспал, красота, батрас мяконькая. Ой, так, че я, где я? А, в Украину еду. О, да. Доброе утро, други мои. Продолжаем катать Evertruck Символёт Р2. Версия 1.43. С вами Элег Дрэвик. Давай в дорогу. Что у нас сегодня происходит? Значит, сегодня второй день моего рейса. Вчера, во вторые полотня, вышел из Пскова. И держу путь. По-моему, масло везем. Моторное, да? Держу путь в Украину, в город Сумы. Так, сейчас у нас времечко. Вот, половина пятого. Полчаса мне, чтобы тут мордаху умыть, чаёк, кофеёк попить. И, значит, снова включаемся. И, я думаю, в пять часов надо уже выезжать. Так, начало шестого. Всё, я готов к работе. Давай посмотрим по карте, где я нахожусь. И, ходи я, ходи я. Вот тут недалече город Невель. Пересёк. Пардон. Так, что у нас тут есть? Ага, вот я границу пересёк. Россия, Белоруссия. Так. Так, Витебск у нас тут впереди. Мы его обходим по объездной. Потом сюда-сюда на Оршу. Угу. Могилёв. Угу. Да, сюда бы заехать бы, конечно. Открыть бы магаз. И хуй с ним поехали, откроем магаз. Раз. Гулять так гулять. Так. Так, 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 так. Ладно, нормально. Гомель. Гомель, гомель, гомель. Чернигев. Так, всё понятно. Сюда, сюда. И мы сюда в суммах. Ага, хорошо. Хорошо. Потом я бы хотел бы сходить куда-нибудь вот на восток. Донецк, Мариуполь. Угу. Мелитополь. Бердянск. Вот куда-то вот в эти города бы хотел бы сходить. Да вообще бы по максимуму вообще вот эту всю карту Украины вообще очень хочется покатать. Украина, Румыния, Турция, вот эта часть. Всё, 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 хочу всё моё, моё, моё. Поехали. Будьте внимательнее на дороге. Так, навигейшн, зеркало. Так, давай. Габариты у нас серьёзные. Машина, дай бог, каждому. Размерчик, так у мамы не горюй. Так, я не сказал немного о нашем траке. Значит, так, welcome to Витебск. Еду я на фредландере FLD Classic XL. Здесь, правда, стоит Detroit 12.7 серия 60 в самом слабом варианте 380 лошадиных сил. Но, одно серьёзное но. Этот двигатель, этот двигатель, двигатель состыкован с 18 коробкой Иттон. И это очень хороший вариант, честно говоря. Прям просто потрясный. Несмотря на все свои, там, всего лишь, там, 380 лошадиных сил, но это, сука, американские, честные 380 кобыл. Американские, честные, 380 лошадиных сил. База у нас не самая длинная. Есть ещё намного длиннее. Есть спалка подлиннее, чем эта. Но мне, вот, здесь, вот, чисто для России, даже этой базы многовато. Многовато, великовато. В идеале, какой бы максимальный трак был, вот, к примеру, если бы я себе покупал бы, была бы, скажем, возможность, да, купить себе любой какой-то трак, какой ты захочешь, там, любую комплектацию, там. Что бы я себе выбрал? Я бы выбрал себе скамейку. Так, может быть, R-ку. Блин, кто мне скажет? Скамейка с самой большой, с палкой, как называется модель? В комментах напишите мне. Я бы себе взял такую скамейку, но есть скани с максимально длинной кабиной. У них, как в Вальвахе, в ЭНЛ, сидушки стоят вдоль бортов. Вот, я бы себе такую скамейку взял, и формула обязательно. Обязательно. Обязательно 6 на 4. На кольце второй съезд. И никак иначе. Токма 6 на 4 и все. Потому что... Сейчас съедьте. По нашей поросеюшке-по-матушке, особенно зимой, кататься на одноногих курзовиках, это сущая, отысущая мука. Все-таки, когда у тебя за спиной два ведущих моста, две ноги, а не одна. Держитесь правее, затем продолжайте движение прямо. Двигайтесь прямо. Так, а Вальваха, не обязательно открывать, уже Вольво есть у меня. Все-таки, когда за спиной два моста, а не один, двигайтесь прямо. Где еще имеются все блокировки, как межколесные. Сука ты. Двигайтесь прямо, там ты, курва с такой же разметкой, сука. Ты меня выводила налево. Двигайтесь прямо. Тварь. Я пошел по главной дороге, налево. Типа, как прямо. Тебе навигация. Видишь, что вытворяется у чара? Бывают такие дела. Двигайтесь прямо. Да двигаюсь, двигаюсь. Все-таки хорошо, еще раз повторюсь. Блять, не дает мне галинка закончить. Хорошо, когда за спиной у тебя два моста ведущих, две ноги, а не одна. Держись левее, затем продолжайте движение прямо. Есть блокировки, как межколесные. Двигайтесь прямо. Так и межосевые. Межосевая блокировка, как межколесные. Межосевая блокировочка. Вот это тогда вещь. Вот это топчик. Вот это тогда вещь, так вещь. Под эту категорию очень хорошо подходит 200-й Кеша. Австралийский. Кендверт К200. Он как раз имеет большую такую кабину. высокая, просторная, в полный рост человека. И плюс у него такая формула, как раз 6 на 4. И по желанию, допустим, если ты новый тракт такой заказываешь, они до сих пор производятся. Ты можешь заказать себе все блокировки. Пожалуйста, будьте любезны. Хоть принудительные, хоть и автоблокировки. Можно так, можно так. Вот этот в качестве кабины, какая у него просторная, вот Кендверт, из таких вот типа американских. Да, вот 200-й нравится очень-очень-очень-очень-очень. Если бы я не дошел вот этот мод, я бы поставил бы сейчас себе вот этот К200-й. И уже максимально бы ездил на нем. То есть, все максимально бы ездил. Посмотрю, если мне вдруг так получится, конечно. Мне нравится вот американская классика. Тем более в России, кстати, вот эти фритлайнер FLD у нас есть, имеются. Ну, их не так много, но они попадаются, кстати, в сам личное видео. Есть такие траки у нас. Баржа, конечно, та еще. Если мне по какой-то причине вдруг не понравится этот трак, я, значит, тогда поставлю мод Кендверт А200 австралийца. Ну, с левым рулем, с нормальным. И уже буду на нем ездить. У нее большая кабина, хороший мощный двигатель. Там под 600 лошадиных сил, там с копейками. Ну, и база немногим более, чем европейская. И хорошая маневренность. Хорошая мощность, хороший вес. Хорошая маневренность. Вес, кстати, грузовика тоже очень много значит. У меня, когда был КамАЗ 5410, да, двигатель позволял возить и коробкой. Серьезные груза. Но я, когда взял какой-то груз, там здесь сейчас уже не вспомню, да, и у меня просто вот маленько вот разгон даешь, педальку прижал чуть-чуть, все, передний мост начинает слегка приподнимать. И сразу же ухудшается управляемость. Все, машина уже не слушается. А на скользкой дороге все, вообще забудь об этом. Это при серьезном грузе. Но ты же не будешь все время на КамАЗе, допустим. Я бы с удовольствием до сих пор на КамАЗе ездил. Но я планирую возить разные грузы. Я планирую возить разновесные такие, легкие, там, и максимально тяжелые, там, какие будут. Поэтому мне трак нужен, достаточно тяжелый, хорошо управляемый, допустим. Вот этот Фреддик очень хорошо подходит. К-100, который у меня вот до него был, тоже хорошо подходит. К-200 хорошо подходит. ФЛБ тоже может подойти, он тоже достаточный вес имеет. Но КамАЗ 5410, он никогда не подходит под тяжелые груза. Двигайтесь прямо. Ну, даже если мощность, я там поставлю, там, какой-то, 700 лошадей, еще там, какой-то, там, хороший двигатель, там, навороченный, там, найдем, поставим. Но это не значит, что я смогу на том КамАЗе вести груз, там, под 60 тонн. Вот здесь, на этом Фреддике, на Кэше 100, на 200 Кэше, я могу взять груз с хорошим двигателем, с хорошей коробкой, я могу взять груз и 40, и 60 тонн. Он потянет. В тонкости вдаваться не будем, там. Welcome to Орша. Так, через весь город идем. Орша. Двигайтесь прямо. Почти остановился, но нормально проехал. Двигайтесь прямо. Что там кто подъехал? Ух ты ж, мне смотри. Ты ж, подыш, подыш, скамейчка. обожаю ручки вертеть управляя этим замечательным грузовиком коробочкой ручной и рулем logitech g27 можно конечно типа автомат поставить но нет вот в ручной коробке есть какая-то своя прелесть пощелкать ее тут есть какая-то в это своя прелесть друзья вот это крокодил вот это крас один товарищ русский он работал по моему где-то пока в россии жил больно слушая наверно ну короче просить дальнобойщиком работу он еще свою супругу называет моя стердесса он уехал в канаду устроился в компанию последнее видео которое я его смотрел в разных компаниях поработал последняя компания в которой он работал компания из gt у них зеленые траки они на америку ходят и по канаде ходят как компания канадская вот он называет вот эти вот классические траки кожаный крас типа там сидухи кожаные все дела кожаный краза потому что у него морда такая вот сейчас на него смотришь как будто в кразе сидишь конечно здесь не как в кразе тут намного круче удобства все дела так конечно если бы я был бы мододелом я бы для себя для души может быть на продажу делал бы эксклюзивные моды таких грузовиков которых нет ну да я где-то видел скрины в группе вконтакте видел скриншоты краза краз сделан для а тс у него спалка все он красавчик я сначала думаю чувство грузовик то такой а потом смотрю там морда же кразовская держитесь правее затем поверните на право капот кразовский поверните но машина настолько классно сделано что ты по нему ни за что не скажешь что это какой-то вот такой крас с деревянной субкабины ну реально красиво вот сделаны блин да он не полноприводный он обычный 6 на 4 держитесь левее затем поверните налево поверните налево поверните налево если бы я занимался модами то я бы занялся вот такими грузовичками но блин это кропотливая слуш такая работа я вообще человек не особо терпеливый не особо мне кажется кажется усечу но хотя и если ты займешься любимым делом то у тебя и терпение усидчивость все появится сам себе кстати возражу почему-то я не усидчивый не терпеливый кто-то любит быструю езду там все там динамику все дела ему вот это вот вот старт вот который я сейчас показал для него хуже некуда там динамика разгон все дела и вот эти вот неспешные передвижения для него вообще ни о чем mercedes-benz салон открыли на кольце второй съезд ну если круги кольцевые вот эти вот движухи развязки какие-то более менее приемлемые то сейчас съедьте то и проблем с ними никаких не возникает держитесь правее так съезд направо сюда съезд справа так извините маленько вот так вот за рулю хотя бы и со своей полосы в принципе тоже попал бы блин я так еще маркет не посмотрел что у нас по двигателям какие цены так ли нет ли что где-то миллиона полтора надо ходить на хороший движок копить так а чё у нас выехали пораньше чё у нас с обедом то ну как время подойдет на любой подходящей площадке так и встаем у меня все продукты с собой есть я перед рейсом затарился капитально у меня все и заморозка есть консервы есть у меня есть эти таких круп нет я взял быстрые приготавливаемые кашки кипяточком залил минут 10-15 подождал и все пожалуйста завтрак тебе готов друг сердечный витаминчики апельсинчики кое-какие там ну что еще для счастья надо но мне кажется все вообще нормально по грузам я вот смотрел когда выбирал груз почему я в украину грузил по цене был хороший но были груза еще дороже еще круче в европу но мне с моими габаритами мне в европу путь заказа сами понимаете я не прохожу здесь еще в россии как-то кайцы на это глаза закрывают есть превышение по длине как бы общей автопоезда но ездит у нас сейчас сколько раз видел вот такие стандартные прицепы 13 метров его вот который сейчас я вот тащу вот такой с 13 метровый да есть такие ездят вот на таких же американских классиках длинных стоянка справа хорошая но в европе ты уже не сунешься даже есть видосы друзья я видел одного товарища одного блогера ездит он в основном по дальнему востоку там вла владик иркутск новосиб якутск вот он туда ходит у него такой же фреддик по моему только темно-темно-синий такой и он возит за собой таскает болин чтобы не соврать либо драйвен двигайтесь прямо либо драйвен американский пятьдесят тройку либо и тариф у него 53 слушай у нас всего лишь детройт какой-то несчастный болен и 380 лошадей а с 18 коробкой слушать достаточно бодро и везу 20 тонн ну да конечно если ты хочешь хорошие груза таскать и чтобы максимально эта коробочка отрабатывала все свое надо все таки и движочек брать хороший серьезный я думаю так и надо надо взять какой-то двигатель хотя бы лошадей на 500 550 где-нибудь из 18 коробкой все основные груза все которые тут есть мне по плечу так мы сейчас идем по беларуси впереди у нас где-то там где-то там украина хорошая дорога слушай классный автобанчик такой но местами вот такие крутые повороты вроде четыре полосы две туда-две туда немножко напрягают хотя нет у меня подвеска смог стоит максимально мягкая что по прицепу что по грузовику почти что максимальная неустойчивость грузовика и прицепа и но он это если вот так вот вести себя видишь опа вот тихо-тихо-тихо-тихо и как в раскачку пошел на то сделаешь максимальную устойчивость и как на формуле 1 там неважно какой трак с каким грузом с каким весом хобот такой заходит и сука машина вообще не кренится едет блин как сука формула 1 а просто аэртенсенна позавидовал бы ах когда эртенсенна был живой ради господь его душу я только за него болел я тогда в школе еще учился он по моему это в 90-х годах погиб ох такой кудесник такой волшебник а как он машины водила как он шумахером боролся он свою формулу 1 на поворотах мать его умудрялся пускать в занос дрифтовать на формуле 1 это немыслимо чтобы шумахера не пропустить вперед себя тот в бешенстве был после финиша чуть с кулаками мать не бросился так разнимали блять их ой капец вот это кудесник ох я как за него болел а я бы тогда в школе учился сидим с андрюхой с одноклассником до девятого класса он в б классе учился я в а а потом наш класс объединили в одном классе мы стали учиться получается да андрюха желонкин и это сидим болеем он за шумахера я за стену короче сидим давай давай то они в другом разные этапы чемпионата мира там и в монако и еще там на кольце первый съезд сейчас съедьте так и в бразилии там они да где не туп то пля так сука проед кружочек придется лама намотать не съезжаю никуда пока на круге смотри галинка не издевается над вы не пишет мне вашу перерасчитан вот сюда но держитесь левее затем поверните ну да ну куда блять я поворотник включил дура сука тупая включаешь поворотник начинаешь перестраиваться ни хера подобного ах сука не успел не успел чуть-чуть красненькой красненькой желтенькой поехали зелененькой вот такие брат дела так там у нас налево держитесь левее затем поверните налево поверните налево а где так ну-ка автосалон открывайся на поверните направо так зеленый зеленый все зеленый зеленый все какой зеленый зеленый зеленей некуда ах нравится мне этот трак слушая а вот я не зря я его хотел чутка его помощнее надо еще сделать я думаю не на там 600 с лихом лошадиных сил там может быть потом крутануть может быть к ци 15 взять потому что они хорошо крутятся может быть взять сразу дети 15 или дети 16 были не знаю пока не знаю все таки в основном я хочу таскать какие-то серьезные тяжелые груза здесь ну почему почему так потому что когда ты берешь хороший серьезный груз трал там какой там с трансформатором с белазом априори он уже везешь ты его туда где есть возможность его затащить то есть нет там каких-то узких улочек там еще там что-то либо как отстрелить на площадка либо там карьер там еще что то есть объемные груза они не таскаются по переулкам особенно если ты возьмешь спешил транспорт то есть по-любому у тебя будет какой-то серьезный широкий коридор к повороту направо вот смотри бочка вставала да я вообще ее не видел бочка вставала смысле я так подвергла что бочка за капотом вообще пропала у восьмидесятка смысле бочка вот audi 80 ой красотка ой какая блять сука да ладно чуть и все нормально вон огни горят что ты давай нормально все обратно с цель машина очень красивая но если бы не посчастливилось бы допустим выводить такую машину в идеальном состоянии да ну я бы конечно бы ее купил но мне было бы жалко ее использовать но бывают такие вот автомобили есть в украине блогер такой у рома у рака он страничка у него такая есть капсула времени так вот у него каких-то к автомобиле там не было блин вот если допустим вот такую печилу то грузовики направо вот если такую бочку найдешь в идеальнейшем состоянии там у него и такие не такие автомобили были да блин просто будет жалко такую машину катать вот честное слово так здесь свободно можно сюда по соляным дорогам не если бы я такую машину восьмидесятку бы нашел хрен бы я стал бы использовать ее в идеальном состоянии к примеру такая машина я бы не стал бы использовать ее допустим зимой там еще там как-то ну блин просто жалко было бы однозначно жалко а стал бы кататься на ней для удовольствия потому что эта машина как раз для удовольствия и 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 настанет друзья настанет такое время когда закончится спецоперация и спокойно с беларусь и в украину украины в беларусью в россию с украины в И наоборот, мы спокойно, друзья, сможем ездить на своих машинах, пересекать границу Белоруссии-Украины, Украины-России. Хоть на поезде, хоть на самолете, и никаких претензий не будет, будем ездить друг к другу в гости. Я бы с удовольствием, честное слово, я мечтаю побывать в Киеве. Киев это мать городов русских, никакие великие укры не выкапывали Черное море, чтобы помыться. Не было такого. Не надо, блин, вот всякую фигню такую молоть, выставляя свою нацию, свой народ идиотами. Украинцы это славянский народ. Славянский народ, там на юге, он так получилось, что он, ну, да не так получилось, вот так получилось, так получилось, да. Кого там только не было. Я говорю, там и шведы были, и поляки были на этих землях. И там... Кого там только не было на этих землях. Ни один народ ассибилировался в другой, разные культуры, языки. В украинском языке очень много поляцких, поляцких, польских слов. Украинец-западынец. Он более-менее понимает поляка. Потому что общие корни, общий язык, ну, более-менее такой общий язык. Да ничего в этом такого страшного нету. Да мать его, жили бы все нормально, блядь, по-человечески, сука, по-людски. Нет, ведь кто-то, блядь, самый умный. Так, друг мой сердечный, время-то уже сколь? А ты обедать собираешься, нет? Так, глянем по картошечке. Так, что у нас карта показывает? Так, вот Гомель я прошел, граничку прошел. Тут особо как бы сейчас нигде не воткнешься. Так, вот здесь есть заправка. С левой стороны сейчас будут походы движухи. И давай, наверное, я на обед туда встану и эту серию на этом закончу. С обеда будет другая серия. Едем, едем, едем. А, вот заправочка. Сейчас отдохнем. Так, ну да, можно, кстати, топливо залить, малеха. Нормально тут все. Так, так, так. Так, ой, ты ж твое, а? Ох ты нихера тут выписываешь-то, а? Так, так, так. ну чтоб тебе что ты исполняешь болеть а ты заедешь нет сегодня все достаточно близко встал из детс как близко ой господи боже мой что ты делаешь а все пиздец вот взял бы так сразу бы и заехал бы аккуратно да брат тебе еще на классике учиться и учиться ездить сразу нормально заезжать а не страдать всякой вот как то так сейчас заправимся так на обед встаем так подожди а че у нас по обеду тут а где ты встанешь друг сердечный можно туда можно туда так а если по карте есть что-то у нас где-то рядышком вот хрен то там лысого так все стою здесь на обед сейчас разберемся и так далее ну что ж друзья спасибо за просмотр спасибо что были со мной оставляйте комментарии оценивайте это видео подписывайтесь на канал и не судите строго за мое увождение бейте в колокол чтобы в курсе выхода следующих новых видео подписывайтесь конечно подписывайтесь переходите по ссылке под этим видео по ссылкам на мой второй канал на youtube и на мою страницу вконтакте там до хрена почти 4000 скриншотов заходите смотрите всем спасибо всем пока друзья увидимся до новых полнующих